Государство больше не в состоянии напрямую поддерживать профессиональный спорт. И поэтому с 2016 года останутся лишь те профессиональные игровые клубы, которые смогут найти спонсоров и жить на собственные доходы. Экономический кризис ускорил эти процессы. И, например, футбольный клуб «Выбор Курбатова» уже снялся с соревнований. Не жируют и другие профессиональные клубы Воронежской области, будь то хоккей, ручной мяч, баскетбол или волейбол. Сейчас в обществе развернулась нешуточная дискуссия. ИСВИК-ТВ считает необходимым озвучить разные точки зрения. Известно, что с 2016 года профессиональные клубы напрямую бюджетное финансирование получать не смогут. Вот интересно ваше мнение, как человека, который болеет и футболом, я знаю, что вы болельщик, да, и всем известно, что вы президент Воронежской федерации шахмат. Как вы думаете, куда нужно направлять бюджетные средства? На профессиональный спорт, на поддержку клубов, либо на массовый спорт, на физкультуру, на строительство спортивных объектов, чтобы как можно больше вовлекать население в эти занятия? Вот такая дискуссия велась и в последнее время особенно ведется. Если принципиально смотреть, вот кардинально, то, конечно, нужно советскую систему восстанавливать государственной, широкой государственной поддержки физкультуры и спорта. Помню еще перед прошлой Олимпиадой, которая в Китае была, с китайцами беседовали, показывали фильм о китайском спорте, почему вдруг китайцы начали побеждать. Они отвечали на этот вопрос так, что мы вашу систему полностью взяли и внедряем у себя. Спорт-интернаты, государственная поддержка интернатов, вот откуда успехи гимнастов, других видах спорт, тех же шахматах, женщины, сегодня китаянка, чемпионка мира. Конечно, вот эту систему государственной поддержки нужно, безусловно, возрождать, если мы хотим поднять спорт. А когда тренер вынужден бегать, подрабатывать еще на двух-трех местах где-то, да тем более, если мы переводим занятия там с юными спортсменами еще и на платную где-то основу, они все могут. Конечно, результат не может быть. Поэтому мы просели в шахматах серьезно на уровне мира. Дети в первую очередь, хотя удается как-то сохранять позиции, но все-таки это не то доминирование, когда сборная Советского Союза легко обыгрывала сборную мира. Сейчас так мы не можем себе позволить. Что касается профессионального детского спорта, то по-хорошему и профессиональный спорт государство должно поддерживать. Другое дело, понимаете, сегодня, когда государство, по сути, пошло тоже по пути вот такого западного профессионализма, и дети, которые подготовлены в наших государственных школах спортивных, заключают контракты, становясь взрослыми и уезжают там в Канаду играть в хоккей или в Европу в футбол играть, то чтобы удержать наших здесь, вынуждены тоже поднимать контракты. И если государству содержать команду, это обходится в серьезные деньги. Поэтому, с одной стороны, вроде бы логично отказаться от того, чтобы бюджеты поддерживали футбольные команды. Но, во-первых, нужно разрабатывать систему мер, чтобы так рано не уезжали люди на Запад. Сейчас, слава богу, стали появляться фильмы, в которых показывают, как люди с Запада возвращаются сюда и говорят, что там не очень сладко. Вот это уже хорошо. Но должны быть какие-то экономические стимулы и правовые ограничения. Вот в Гангболе было до 25 лет, по-моему, игрок юный не мог уехать на Запад. И это помогало сборной держаться высоко. Надо такие меры вводить. Другое дело, потом дать возможности заработать, наверное. Но вот просто так страна не должна жить по принципу, так как вот живет Запад. Конечно, перекладывать на бюджет такие суммы мы не можем. Но, с другой стороны, не поддерживать профессиональной команды, а вот просто самотеком ждать, когда какие-то частные инвесторы будут у нас, это тоже неправильный путь. Это тоже неправильный путь, ни к чему к хорошему он не приведет. Но вот если на примере воронежских команд тот же «Факел», тот же «Буран», вот не будут они получать финансирование из областного бюджета? Ну, вот это как бы норма федерального теперь закона, что нельзя. Поэтому надо делать что-то по-другому. Тут уже я говорю как бы о том, что нужно с перспективы поменять. А речь идет о том, что будет с 2016 года. Ну что, мы должны искать частных инвесторов. Ну, безусловно, у нас есть одна проблема, которую вот в том числе наш хороший губернатор не может пока решить. И это неправильно. И скоро мы его будем жестко критиковать. А именно «Факел» должен быть как минимум в лидерах первой линии, если не в высшей линии. А мы все эти годы во второй лиге бьем. Это говорит о некомпетентности руководства футболом, говорит о непонимании этой проблемы. Я однажды Сергею Савченку сказал, говорю, что вот видите, как футбол вам денег много дает, а вот там прыганы в воду, олимпийские чемпионы столько не имеют. Он говорит, вот если Саутин будет в Чернавского моста прыжать, и там соберутся 50 тысяч зрителей, то надо отдать эти деньги все им. А поскольку там этого нет, а на футболе есть, надо от людей исходить. Воронеж – футбольный город. И, кстати, это еще до Гордеева, вот Кулаков допустил. Колоссальную ошибку, то, что Воронеж не попал в число городов, где будет проходить в 2018 году чемпионат мира. Это просто колоссальный, ну, я не знаю, за это надо на таких руководителей ругаться, плеваться и так далее. Потому что это такое унижение Воронежу, которое трудно придумать. Потому что Воронеж, конечно, футбольный город, одна из столиц. Недавно, кстати, проскурен наша звезда, одна из главных воронежских звезд. Отметил юбилей, юбилей, и это действительно славная страница не только в истории воронежского футбола, но и в российского футбола. Поэтому, а если вспомнить еще, как Шмаров за Спартак забивал решающие галы. Поэтому на футбол нужно по-другому взглянуть. И губернатор должен ходить, как и первый секретарь обком КПРФ, на каждый матч. Тут, наверное, дело и не столько в финансировании, как вы думаете? Ну, понятно, люди, руководители большие, живые люди. Леонид Ильич Брежнев любил хоккей и ходил. Хоккею одно внимание. А если руководитель не ходит сам, то другое внимание. Но, повторяю, первые руководители страны и регионов, они должны жить с народом. Если тут вот это интересно, футбол тот же, то надо поддерживать. Я могу сказать, вот по шахматам, вот если бы не губернатор, мы бы намного большие проблемы имели. Хоть самый губернатор не шахматист, но понимает, что в области есть тренеры европейского уровня, есть организаторы европейского уровня. Наш Воронеж Оупен, извините, он в числе первых 10-20 Оупенов мира. И когда идет турнир, заходят на сайт Воронежского турнира и узнают, что такое Воронеж. Со всех городов мира. Со всех городов мира. Больше, чем Платоновский фестиваль смотрят. Ну, наша съемочная группа была на мастер Оупен. Поэтому общались с участниками. Действительно, на высоком уровне все прошло. Спасибо вам за освещение. Спасибо, да, что приглашали. Мы готовимся к новому фестивалю. Уже 18 турниров прошло. Договорились с Раецким, что пока сотой не проведем фестиваль, не остановим. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok